Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 998, 3 том. Возможно ли, чтобы у венчанных в церкви, а затем разведенных по причине отступления одного из них от Бога, священник снял венец? Вроде, как то венчание было ошибкой, и разрешить верному еще один брак. Ответ Игнатия Лапкина. По данному вопросу столько накуролесили в церкви, что мы стали подобны тем иудеям, которые вопрошали Христа. Матфея, 19 глава с 3 по 10 стих. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и, женившийся на разведенной, прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Заметьте, как поставлен вопрос, не просто о разводе, но по всякой ли причине. В царское время была составлена особая шкала брачных ценностей. Если это царь и нет детей, то ее официально постригали в монастырь, а он снова женился. Или ложно обвиняли в измене и казнили ее, а он снова женился. Или, многоточие, и он снова женился. А в действительности причина только одна, которая позволяет официально утвердить развод. Но в таком случае разведенный, верный, не имел права жениться до смерти второй половины. Римлянам, 7 глава, 3 стих. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». 1 Коринфянам, 7 глава, 39 стих. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободна выйти за кого хочет, только в Господе». Правительствующий Сино допускал иное понимание о разводах. И сегодня при живых женах венчает по три раза, как у старообрядцев, так и у новообрядцев. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова